МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Существенно отличается от образцов предыдущего поколения. Чувствительность его очень высокая. Это 500 копий самого вируса в пробе. Она гораздо выше, чем те тесты, которые были выпущены в первые, разработаны сначала. Поэтому позволяет проводить более раннюю диагностику и даже у бессимптомных носителей. На данный момент около 70 тысяч ульяновцев проверились на COVID-19. Людей, которых необходимо тестировать, не становится меньше. Загруженность лаборатории колоссальна. В областную больницу привозят пациентов с районов. Медработники проводят обследование почти в круглосуточном режиме. Бывает, что районы везут 20-30, а бывает, как вчера, например, один из районов привез 160 сразу. Поэтому, конечно, это увеличивает нагрузку. Наша лаборатория работает до 12, иногда до часу ночи. В государственных больницах тестируют только по назначению врача. Тем, кто хочет провериться по собственному желанию, необходимо обращаться в частные клиники. Одна из них находится в северной части города. До пандемии учреждение работало в привычном режиме. Врачи принимали на месте. На данный момент специалисты выезжают на дом или трудятся в филиалах компании. Медицинский центр предоставляет два вида тестов. Первый – это мазок из зева и ротоглотки. Такой способ позволяет узнать, заражен ли человек. Второй метод практикуется для обнаружения антител. Антитела – это ответ иммунной системы человека на вирус внутри человека. Иммуноглобулины М – это те антитела, которые появляются в острый период. Фактически, с первых дней заболевания это свидетельствует о том, что человек болеет в данный момент. Также этот анализ позволяет узнать, переболел ли человек ранее коронавирусной инфекцией. Пробы сдают все чаще и чаще. Медицинский центр работает в интенсивном режиме. Люди стремятся обезопасить себя и своих близких, ну и, конечно же, чувствовать себя спокойнее. Дело в том, что я работаю в большом коллективе, и у нас много достаточно людей. И, соответственно, есть подозрения, такие сомнения. Некоторые люди болеют так или иначе. Поэтому хотелось бы обезопасить себя и сдать анализы. 30% от 6000 анализов с данных в этой лаборатории оказались положительными. Работники Минздрава призывают ульяновцев соблюдать меры предосторожности и вовремя обращаться за медицинской помощью. Виктория Черкова, Данил Сурков. Новости Улправди ТВ.